ВЕЛИКИЕ Государства Эти пески помнят воинов Александра Македонского и орды Чингисхана, богатые купеческие караваны, неспешно идущие по Великому Шелковому пути, и стремительные войска Амира Тимура. Как свидетели тысячелетней славы стоят в городах Минареты, Мавзолеи, Мечети и Медресе. ВЕЛИКИЕ Государства Лежит благодатная земля, что города там наполнены несметными сокровищами, и улицы покрыты коврами, а в степях гуляют верблюды с золотыми погремушками, и двинул туда свои орды. И все на этих землях было разрушено и разграблено. В развалинах лежали Самарканд и Бухара. Вот в этом томе есть уникальная надпись. Нет мира, кроме как в согласии, нет близости, кроме как в истине, нет прилежного поведения, кроме как в прощении, нет дружбы, кроме как в верности. Сегодня мир конфликтен и нестабилен. На этом фоне все больше и больше вызывает интерес Узбекистан, который является перекрестком различных культур, европейской, азиатской, восточной. И не только потому, что здесь уже столетиями в дружбе и согласии живут бок о бок представители различных конфессий. Узбекистан, стремительно развивающийся, вызывает еще интерес потому, что здесь начали реализовывать масштабные проекты образовательного и гуманитарного значения. В середине 14 века Амир Тимур освободил эти земли от владычества Золотой Орды. Столицей своей империи он сделал свой родной город Самарканд. Сюда привозил Тимур бесценные сокровища из покоренных стран. Но превыше всего ценил он зодчих, поэтов и ученых. «Вашими просвещенными трудами украшен мой Самарканд», – говорил он, и кого милостью, а кого властью своей, заставлял создавать великие памятники. И что самое интересное, на разных этапах истории искусства был стык Запада и Востока. Он произошел в античный период, когда Александр Македонский завоевал определенную часть территории Узбекистана, и сюда было привнесено античное искусство, которое очень своеобразно переплелось с местными традициями. Территория Узбекистана, находясь в сердцевине Центральной Азии, она служила очень своеобразным перекрестком, перекрестком разных народов, перекрестком разных религиозных воззрений, разных традиций. И, безусловно, это все обогащало художественную культуру. Амир Тимур страстно любил Самарканд. Он привозил в свою столицу все лучшее из покоренных им стран. Он увидел китайский фарфор и захотел, чтобы такой же фарфор производили в Самарканде. Однако узбекские мастера создали не фарфор. А уникальный бело-голубой фаянс – майолику, который облицевали храмы Самарканда, бухары, хивы. А по небесно-синим плиткам заплели таинственные узоры. Если мы обратим внимание на стенах, люди думают, что это узоры. А это не узоры. На сих пор не было полностью расшифровано вот эти надписи. Можно так сказать, что наши памятники молчали. Вот благодаря нашей научной команде, там были востоковеды, каллиграфы, ученые. И вот благодаря этому вот мы расшифровали полностью. 200 лет существует особая наука – эпиграфика, изучающая надписи на камнях. Современные методы исследований, конечно, облегчают труд ученых. Но все равно это долгая и кропотливая работа. Надписи эти самого разного содержания, они несут в себе исторические данные. И очень важно это. Эти данные, которых нету в письменных источниках, это очень важно. И они содержат сведения о разных сторонах жизни. Не только, допустим, как у них святого или шейха, но даже и о простом народе. Они содержат много терминов, в которых тоже мы не находим письменных источников. Письменность появилась на территории Узбекистана еще в IV веке до нашей эры. Тексты высекались на камнях, благодаря чему многие из них сохранились до наших дней. Ученым приходится расшифровывать надписи, сделанные не только в разное время, но и на разных языках, разным шрифтом, порой очень сложным. Например, в X веке был популярен арабский шрифт, который назывался «Цветущий куфи». Каждая его буква украшена виньетками. И от одной точки, от одного завитка, зависит смысл всей фразы. И не все фрагменты надписей сохранились. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это могила Зангята. Вот здесь написано «Ал-Кабру сундуку ла Амала». Могила, сундук наших деяний. Вот много раз здесь побывал, много раз здесь прочитал, вот Коран. И вот здесь написано именно стихи великого поэта Востока Саади Щерази. Прочтение и расшифровка надписи на надгробии над захоронением незабвенного шейха, установленного еще в эпоху Амир Тимура, открыли исследователям не только традиционные мусульманские эпитафии, но и поэтические строки из книги устанца Атишерази. Давно льсады плодами красовались. Вдохнула осень, без листвы остались. Теперь прочитать эти надписи может каждый желающий. Они собраны в альбомах, которые изданы в рамках уникального проекта «Культурное наследие Узбекистана». Если хотят понять, что такое просвещенный ислам, в первую очередь нужно ознакомиться с уникальными, мудрыми назиданиями и надписями на наших исторических архитектурных памятниках Узбекистана, оставленные нашими великими предками. Главная достопримечательность комплекса Шахи-Зинда – мавзолей Кусама и Банабаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Существует легенда, что в 676 году он приехал в Самарканд для религиозного просвещения местных жителей. И однажды, во время совершения мусульманского намаза, на них напали язычники. Брат пророка спрятался в колодце Шаабан. И говорят, что скрывается там до сих пор. Потому и назвали мемориал Шахи-Зинда, что означает «живой властитель». Многие надписи на памятниках Шахи-Зинда и на других архитектурных сооружениях посвящены наукам и просвещению. На самом деле, их тысячи и тысячи таких мудрых надписей, которые нам оставили наши великие предки, и которые мы отразили в наших вот этих альбомах. Их 13 томов, работа продолжается. И что это за надписи? Вот давайте ознакомлюсь с надписями на комплексе «Регистан». «Будь ученым или учеником, или внимательно слушающим, или любящим знания и ученых. Не будь пятым, иначе погибнешь». Узбекские ученые изучали природу и жизнь людей. Мир и сегодня использует их труды и открытия. Мухаммад ибн Муса Аль-Хауразми является основателем науки алгебра. Значит, слово «алгебра» как раз-таки происходит от названия его трактата, который назывался «Ресаляты Аль-Джабр» в Аль-Мукаббале. Это по-арабски переводится как «сопоставление». Потом в искаженной форме в Европе начало произноситься как «алгебра» и стало «алгеброй». Другой выдающийся ученый Ахмад Аль-Фаргани, он написал свою знаменитую книгу об астрономии, которая впоследствии стала известна в европейских странах. По этой книге преподавались занятия по астрономии. Сюда бы в этот список добавил Абу Алиби Сина, выдающийся ученый, который впоследствии стал, значит, именем Авиа Цена, и его книга «Канод врачебной науки» более двухсот лет преподавалась и использовалась в качестве учебника в европейских университетах. И, естественно, Абу Рахан Беруни, ученый-энсклопедист, который написал практически свои сочинения во всех отраслях науки. Здесь, в Институте Восточных Рукописей Академии Наук, хранятся десятки тысяч редчайших рукописей, начиная с IX века. А вскоре откроется новое здание для их хранения и изучения. И кто знает, может быть, с помощью новых технических средств ученые смогут прочитать и другие послания, отправленные нам из глубины веков. «Благородные люди, друг друга любя, видят горе других, забывают себя. Если чести и блеска зеркал ты желаешь, не завидуй другим и возлюбят тебя». В древности на территории Узбекистана были самые разные религии. Это был и анимизм, это был и детемизм, это был и фетишизм, это было тенгрианство, это был зороастризм, это было, скажем, это было и буддизм, а потом пришел ислам. И вы знаете, вот эти вот религиозные воззрения, они как бы переплетались друг с другом. Местные населения, мусульмане, они так воспитаны, что они уважают людей, как они выражаются, те, которые носят добро. Православная церковь, православный человек, он всегда носитель добра, чистоты и святости, поэтому они из-за этого и нас любят и уважают. И мы стараемся тоже быть взаимными к ним и друг другу помогаем, друг другу содействуем. В общем, живет такой единой семьей. Ну, конечно, есть даже праздник, у нас день толерантности в Узбекистане, это 14 ноября. Толерантность – это одно слово такое ограниченное немножко, а у нас еще больше, выше, чем сама толерантность. Это очень возвышенное такое состояние души, когда любовь покрывает все. Наверное, иначе не может быть в стране, где тысячи лет живут бок о бок люди 130 национальностей, где на одной улице стоят храмы нескольких конфессий, где до сих пор сохранились остатки буддийских храмов и где зародился зороастризм – древнейшая из мировых религий. На этой земле была написана священная книга зороастрийцев «Авеста». А имя ее героя, Афросиаба, носит древнейшее поселение в Самарканде. Здесь под многовековыми наслоениями находятся руины Мараканды, столицей древнейшего царства Сагдианы. На холме Афросиаб археологи нашли совершенно потрясающие фрески 7 века. По этой удивительной росписи можно догадаться, какой высокой была культура того времени. Я думаю, что именно эта роспись, она нам открывает глаза на многие страницы истории искусства Узбекистана. Почему? Потому что современный этап развития искусства – это как бы верхушка айсберга, потому что художественная культура на территории Узбекистана, искусства появились в глубокой древности, начиная с наскальных росписей, продолжаясь в эпоху бронзы. Затем это уже был ахименицкий период, затем античный период, раннесредневековый период, исламский период, и, безусловно, 20 век, когда в процессе европизации региона у нас в Узбекистане появилось уникальное изобразительное искусство. Земля этой страны полна тайн и загадок. Буквально на каждом шагу находят здесь древности и произведения искусства. В песках Узбекистана археологи раскопали больше тысячи городов и крепостей. Самый древний памятник Бухары – крепость Арк. Старинные предания рассказывают, что ее основал в VI веке до н.э. легендарный герой Сиявуш. Он влюбился в дочь местного царя Афросиаба. Но царь поставил жениху условие – «Построй мне дворец на земле, что поместится на бычьей шкуре». Сиявуш перехитрил царя. Он разрезал шкуру на тоненькие полоски, соединил концы вместе и внутри этого круга построил дворец. Так возник Арк – символ величия, власти и неприступности. Теперь в крепости музей, а вокруг, в старинных улочках, кипит новая жизнь. Сегодня население хочет заниматься туристическим семейным бизнесом, то есть принимать у себя туристов. И это возможность со стороны государства им дана. И государство поощряет такую тенденцию. Скажем, в старинных вот этих переулочках люди, проявляя инициативу, обращаются как к профессионалам-архитекторам, а профессионал-архитектор, естественно, проделывает интереснейшую работу, при этом максимально сохраняя исторические объемы, если они имеются внутри этого домовладения. И к нему тактично, гармонично достраивая новую конструкцию, новую структуру, но под стать традиционного. К сожалению, таких городов осталось мало на свете. Здесь можно постоять на перекрестке эпох и цивилизаций, вдохнуть ветер пустыни, по которой шли армии завоевателей, почувствовать атмосферу, в которой творили великие поэты и гениальные ученые. Еще сохранилась часть великого шелкового пути, и можно проехать по дороге, которая впервые в истории человечества связала Запад и Восток. Сейчас, когда туризм становится одной из ведущих отраслей экономики страны, в стенах старинных караван-сараев открываются комфортабельные отели и рестораны, строятся новые вокзалы, а города связал скоростной поезд с легендарным названием Афросиап. До сих пор в Бухаре сохранились места, которые называются Редами-Минял. Когда-то здесь обменивали 40 видов валют. Со столькими странами торговали бухарские купцы. Каждый магазинчик на торговых улицах еще и мастерская, и музей. У Сто Шакир Камалов учился мастерству у своего отца, а его сыновья и внуки учатся у него. И так ведется в их семье уже 350 лет. А если про себя я себе расскажу, то я преподаватель русского языка в узбекской школе. Почему я именно 11 лет преподавал? Нет. 11 лет я преподавал, а почему я решил заниматься кузнечным ремеслом? Потому что мой отец был кузнец, он мне завещал, чтобы я продолжал его работу. Наши богословы, наши орнаменталисты, наши каллиграфы, наши миниатюристы, они создавали вот это искусство ислама, потому что, в принципе, охватывая огромную территорию, исламское искусство, оно тоже имеет свои какие-то локальные проявления. И даже в исламский период доисламские воззрения сохранялись в народном искусстве, в традиционных художных ремеслах, как, например, вышивка или, допустим, ковроткачество. Когда зародилось в Бухаре ковроткачество, не скажет никто. Кажется, что тончайшие шелковые ковры ткали тут всегда. Во всяком случае, в 13 веке знаменитый путешественник Марко Поло уже писал, выделываются тут, знаете, самые тонкие и красивые на свете ковры. Каждый день одна мастерица может сделать максимум пять линий. Это будет где-то даже не один сантиметр, ну, полсантиметра будет. А рисунок Кашкуи, это восьмой век, до ислама. Животные у нас не изображали в исламе, поэтому это зарастрийский до ислама рисунок. Чистые бухарские рисунки, они всегда были геометрические. Но каждый рисунок имеет свой смысл. Например, огня, вода, солнце и так далее. Во всех городах Узбекистана есть мастерские, в которых и сейчас работают по древним традициям керамисты, вышивальщицы, миниатюристы. Один из примеров возрождения древних ремесел изготовления знаменитой самаркандской бумаги. На Среднем Востоке Самарканд был первым местом, где она производилась из коры тутового дерева. Сегодня эту бумагу делают в десяти километрах от Самарканда, в кишлаке Канегиль. Все здесь выглядит точно так же, как много веков назад. И работа идет по тем же технологиям. Ученый и поэт Алишер Наваи назвал эту бумагу крыльями, разносящими по миру мысли мудрецов. Вкупе с арабской вязью, с красивым почерком, конечно, это создает не иллюзию, а реалью волшебства, которое притягивает к себе, которое манит, если хотите, и которое скрывает очень много таинств. И невольно человек, конечно, волнуется перед этой реалией. Путешественники и паломники, купцы и воины, дипломаты, коллекционеры и ученые увозили с собой творения рук ремесленников, картины, книги. И сокровища Узбекистана разошлись по всему миру. Предназначение произведения искусства путешествовать по всему миру. В силу самых разных обстоятельств многие произведения нашего искусства были вывезены. Они находятся и в Третьяковской галерее, и в Музее Востока, и в Российском этнографическом музее, в Музее истории. Наше произведение находится и в Германии, в разных музейных и частных коллекциях, в Соединенных Штатах Америки, в Британском музее, в Лувре. То есть это естественный процесс, наверное. Почему? Потому что, находясь там, они тоже подлежат изучению. Они, конечно, безусловно, должны быть изучены, причем должны быть какие-то совместные научные проекты. И это важно для нас. Сейчас узбекские сокровища возвращаются на родину вот в этих альбомах, изданных в рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана» в музеях мира. Открытий очень много. В Национальной российской библиотеке в Санкт-Петербурге нас потрясла уникальная рукопись великого узбекского поэта Алишера Наваим, 1465 год, который преподнес иранский шах российскому царю Николаю I в знак примирения и в знак прощения за убийство известного русского писателя Грибоедова, который был убит Чернию Тигранской в 1829 году. Это было так в британском музее, когда нам показали чашу великого мерзула Убека. Это было тоже, словами не описать, вот это наше волнение. Это было в Эрмитаже, это было в Этнографическом музее Санкт-Петербурга. Таких минут было очень много и достаточно волнительно. Но и в узбекских музеях хранятся сокровища других культур. Так в Нукусе, в Музее искусств имени Савицкого, собрана ценная коллекция русского авангарда и андеграунда. Невозможно не сказать ничего о основателе этого музея, о таком подвижнике, каким был Игорь Витальевич Савицкий. Савицкий приехал из Москвы в Узбекистан. Первое его соприкосновение с Узбекистаном было в годы войны, когда он был эвакуирован наряду с педагогами, студентами Суриковского художественного института. И оказавшись в Самарканде, он говорит о том, что он здесь. Понял, что такое цвет. Он ощутил солнце. И, безусловно, это обогатило прежде всего его поиски, как живописца. Когда коллекцию Нукусского музея привезли в Москву, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, посетители были потрясены уникальными сокровищами, собранными Савицким. Первыми увидели редчайшие полотна президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Множество открытий делают узбекские учёные, восстанавливая древние памятники и старинные традиции. Они пытаются обрести свои корни, чтобы напитать соками будущее. Так шумят сегодня ветви платанов, посаженных 500 лет назад возле мавзолея имама Аль-Бухари, знаменитого учёного и просветителя IX века. Мухаммад Ивне Исмаил Аль-Бухари внёс очень большой вклад в сфере толерантности. Во-первых, он собрал и сохранил из речи пророка Мухаммада, алейхи салату вассалама. Именно в из речи пророка говорится о толерантности, что все люди — это братья. Вот до сих пор у нас это сохраняется. Например, в Самарканде живут более 130 национальностей и нанородностей, в том числе 10 различных конфессий. Они живут в согласии, в дружбе между собой. Даже живут как родные братья. Недавно рядом с комплексом имама Аль-Бухари был открыт международный центр «Имам Бухари». Здесь имам Хатибы, духовные наставники мусульман, повышают своё образование. Начиная с VIII-IX века узбекские учёные и мыслители внесли очень большой вклад в развитие самой науки об исламе. Есть даже арабская поговорка, которая говорит, это арабская, я подчёркиваю, что дерево ислама, корни ислама, они находятся в Аравии, а дерево само выросло на территории Трансаксианы, то есть на территории нынешнего Узбекистана. Помимо исламских наук, имам Хатибы изучают экономику, юриспруденцию, банковское дело и даже сельское хозяйство. Они должны быть готовы ответить на все вопросы, которые могут задать им люди, приходящие в мечеть. Во многих городах сегодня открываются центры по изучению духовного, культурного и научного наследия узбекского народа. Специальным указом нашего президента создан в феврале месяца этого года Тирмезе, международный научно-исследовательский центр именно имама Тирмезы. По его инициативе создается международный центр Абулмайна-Насафи в городе Карши. И также вот сейчас мы находимся в Самарканде, рядом с мемориальным комплексом имама Аль-Бухари. Здесь, прямо рядом с этим комплексом вот сейчас идет строительная работа по созданию международного центра имама Аль-Бухари. За последние 2-3 месяца созданы уже несколько центров. «Я весь мир перевернул, чтобы украсить Самарканд, главнейший из городов мира», говорил Амир Тимур. «И не жалел для любимого города ничего. Одним из лучших украшений его любимого города были сады, в которых росли редкие цветы и деревья, а между ними гуляли невиданные животные, привезенные Тимуром из покоренных стран. Были тут даже слоны. А когда Тимур покидал город, каждый житель Самарканда мог прийти и отдохнуть в этих садах. Давно нет садов Тимура, но появляются вокруг города новые сады. И также веселятся в них люди. И также зажигаются по вечерам огни. И также пекут тут ароматные лепешки и самсу. И готовят повара огромные котлы плова». Это блюдо считается здесь волшебной целительной едой. По преданию, один благоразумный мула поведал Амиру Тимуру, как нужно кормить воинов в походе. Он предложил ему взять с собой огромный чугунный котел, положить в него баранину, рис, морковку, лук, и томить все это на костре, пока аромат блюда не обоняет сам Аллах, а повар не упадет от изнеможения. Тогда воину будет достаточно одной чашки этого кушания, чтобы обрести силы в походе и стать непобедимым. Правда это или выдумка неизвестно. Но воины Тимура не знали поражений. Плов в Узбекистане – это не только еда, которую готовят по 50 разным рецептам. Это еще круг друзей, долгая неспешная беседа. Здесь минореты прикасаются к низким звездам, светятся вечным светом порталы Медресе, тянутся вверх белые линии текучей вязи. Здесь можно часами смотреть на купола и резные узоры, пытаясь угадать замыслы властителей и мастеров, создавших эти города. Кажется, что время остановилось. КОНЕЦ 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 Есть такой хадис, что Аллах красив и любит красоту Из-за этого наши зодчие, наши предки Всегда они украшали памятники Чтобы когда человек смотрит На этих порталах, на этих памятниках Он чувствовал мощь Всевышнего Через призму красоты Большинство памятников Самарканда Так или иначе связаны с именем Амира Тимура Но ансамбль на главной площади Самарканда Регистан построил его внук Улукбек Улукбек был не только справедливым правителем Но и величайшим ученым своего времени Он построил здесь медресе, которое стало уникальным высшим учебным заведением 15 века Здесь учился известный поэт Алишер Наваи Он потом написал Кто посвятит свою жизнь служению науке Того имя и после смерти будет бессмертным В медресе Улукбека студентов обучали богословию, математике, физике, философии А сам Улукбек читал лекции по астрономии Астрономия была его любимым увлечением По его приказу в Самарканде построили совершенно невероятную для того времени обсерваторию Сегодня сохранилась только нижняя часть обсерватории А когда-то она была высотой с десятиэтажный дом И состояла из трех уровней Каждый из которых был выше предыдущего А вот внутри этой обсерватории Вот большой инструмент Который называется квадрант, секстант Ну, квадрант будет, по-нашему, это одна четвертая часть окружности А секстант будет одна шестая часть окружности Но в одно время она называется и квадрант, и секстант Рельсы были тогда 600 лет назад Представляете? И они катали инструменты По рельсу Вот из двух сторон ассистенты Улыббека ходили Ученики его А по центральной дорожке ходил сам Улыббек Профессора его И они наблюдались за звездами Улыббек отсюда определял местонахождение 1018 звезд Он составил каталог, координат звезды Для чего? Цель Чтобы мореплаватели, караванщики Чтобы курс не теряли Улыббек вычислил длину звездного года 365 дней И определил наклон земной оси А также он пользовался понятиями градус и меридиан Следовательно, он в 15 веке уже знал, что Земля круглая Сохранилось лишь единственное прижизненное изображение ученого За три тысячелетия в Самарканде сложили сотни легенд Которым трудно не поверить Так они красивы и так похожи на правду А может быть они и есть правда Ведь далеко не все тайны древности удалось раскрыть Но изучая эпиграфику Узбекистана Ученые опровергают некоторые старинные предания Например, миф о проклятии гробницы Тимура Считалось, что на саркофаге было написано предостережение Если вскрыть гробницу, случатся беды и войны Но оказалось, что загадочная надпись всего лишь повествует о предках и земном пути Амира Тимура Множество легенд, одна невероятнее другой, связаны с гробницей пророка Даниила Как называют его христиане Мусульмане говорят «хаджа Данияр», а иудеи – Даниэль Неизвестно даже, что находится в этой 18-метровой гробнице Правая рука пророка или горсть земли с его могилы, смешанная с землей Самарканда В мире насчитывается три такие могилы Все они приписываются святому Даниилу Одна из них находится в родном месте, в Масуле или же в Сузах Вторая – в Турции И третья – здесь в Самарканде Ну вот с Самаркандом связаны особые истории Связаны это с именем полководца, знаменитого Амира Тимура Есть такое мнение, что город, где находятся мощи таких людей, особенно святого Даниила Он всегда будет охраняем им Там никогда не будет войн Люди будут жить в благонравии Никакие стихийные бедствия не коснутся этого города И вот тогда он приказал сновидеть сюда караван из верблюдов С которым отправил горстку земли, чтобы устроить здесь вот такую вот могилу И когда караван верблюдов все-таки дошел до Самарканда, верблюди встали, как вкопанные Именно у того места, которое чисто вот так вот рельефно, географически очень похоже на то родное в Масуле Ну а с самой могилой у нас связаны разные поверья Необходимо несколько раз обойти, от трех до семи раз обойти с целью исполнения своих желаний Рассказывают еще, что когда привезли частицу праха пророка Даниила В этом месте забил ключ с целебной водой Еще одна реликвия этого места Это фисташковое дерево, ему не менее 600 лет Но к 1996 году это дерево пересокло Патриарх Шиаруси Алексий Он тогда в 1996 году приехал в Самаркан, осветил это дерево И вот после этого произошло чудо Дерево снова на следующую весну стало распускать свои зеленые листья Это, конечно же, чудо Самарканд считался жемчужиной Узбекистана, его сокровищницей А Бухару называли силой ислама Существует предание, что в этих местах побывал пророк Иов И в благодарность за теплый прием вознес за жителей города три молитвы со словами «О, владыка, благослови их в потомках и даруй им победу над врагом, и удали от них смуту» Здесь жил и творил учитель имама Аль-Бухари Абу-Хавс Кабыр Абу-Хавс, значит, этот великий Благодаря его знаниям, благодаря его учению Бухара превратилась в купол ислама Цивилизованный ислам уделял огромное внимание просвещению, светским занятиям На медресе у Лукбека в Бухаре начертано Стремление к знаниям, обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки И Бухара стала еще и столицей просвещения Из всех регионов страны приезжают сюда девушки, чтобы получить образование в женском медресе Бухарская школа Она очень древняя И у нее очень выверенная система образования Многие религиозные деятели 30 с лишним лет тому назад Здесь прошли обучение Многие татарские или кавказские религиозные деятели Которые сегодня в Российской Федерации и на Кавказе Ведут очень положительную, созидательную работу в исламском направлении В старинном медресе Мериарак и сегодня учатся студенты Здесь учились очень многие великие люди Авицено Абу Алей и Бансино родился в городе Бухаре в 980 году Здесь же в городе Бухаре он получил все знания И здесь стал как известным ученым И многие его называют не бухарцем, не узбеком, не таджиком А человеком, гражданином мира Он принадлежит по своим знаниям, по глубоким знаниям всему человечеству Книги Абу Алей и Бансино являлись настольными книгами всех врачей Европы 5 веков до 17 века Главным в лечении Авицено считал психологическое влияние врача на больного Он говорил, нас трое, я, ты и болезнь Если ты со мной, мы победим болезнь Если ты переходишь на сторону болезни, то мы никогда болезнь не одолеем И этот завет останется на века, как бы ни развивалась медицина Он долго не мог понять метафизику и философию Аристотеля Но только прочитав комментарии Фараби, он глубоко понял философию Аристотеля и имел метафизику Это свидетельствует о том, что в 9-10 веке здесь спокойно продавались книги греческих авторов Китайских, индийских авторов, которые переводились на арабский язык И вот что он пишет За всю свою жизнь, какие я увидел библиотеку в Бухаре, мне больше нигде не встречались Я увидел в библиотеке книги, которых некоторые ученые не знают названия этих книг И все книги были разложены по своим профилям, по истории, математике, медицине Больше мне такой библиотеки не встречалось Если посмотреть на Хеву с высоты птичьего полета То увидишь, что город похож на корабль с мачтами-минаретами Его старинная часть и Чанкала, построенная 25 веков назад Полностью сохранила древнюю планировку Здесь столетиями люди живут все в тех же домах, окруженных мощными стенами Ходят в те же мечети А в 1997 году в Хеве возродили Академию Мамуна Ее открыли в 1004 году Она просуществовала чуть больше 10 лет Но это была великая научная школа Ее девизом стали слова «Наука во благо людей» В этой академии в течение 10 лет было собрано более 360 ученых Среди них был и Абу Райхан Аль-Беруни Изучавший более 20 направлений науки Он был создателем одного из первых глобусов Земли Где поделил сушу на 5 материков И указал, что Земля имеет круглую форму Сохранилась рукопись, в которой можно прочитать, что в Академии Мамуна Не только изучали Луну, но и задумывались над полетом человека в космос Есть также сведения, что астроном Абу Наср Исмаил Ибн Хамад Фараби Аль-Жавхари Создал крылья и полетел Еще до ислама, в период зороастризма, существовал мощный научный фундамент Тогда, 2600 лет назад, во времена Весты Был создан один из первых календарей А для этого нужны были такие приборы, как сикстант и астролябия Вот еще один интересный том, посвященный древнему городу Хива Где на мавзолее поэта и мыслителя Махмуда Пахлавана Есть уникальные строки Лучше преодолеть старисотни гор Кав Окрасить кровью сердца небесный свод Или сотню лет быть на привязи в плену Чем один вмиг побывать собеседником глупца Пахлаван Махмуд жил в Хиве в 13 веке Его считают своим покровителем все жители Хивы А спортсмены особенно Перед соревнованиями они приходят сюда, к его усыпальнице Помолиться о даровании победы Пахлаван Махмуд прославился не только как поэт и мыслитель Но и как непобедимый борец На его выступления истекались тысячные толпы И говорят, что однажды два войска даже установили перемирие Чтобы вместе посмотреть на бой Пахлавана Он был, как мы бы сейчас сказали, спортсменом-любителем Потому что занимался скорняжным ремеслом Шил шубы и шапки, а тренировался в свободное время А еще он был поэтом Мне пыль чужих шагов на сердце не садится Обид не наношу и не спешу сердиться От ложной гордости судьбою я далек Зато в самом себе мне нечего стыдиться Еще одно удивительное место в Хиве Мечеть Джума Она совершенно не похожа на другие мечети Она не имеет ни порталов, ни куполов, ни галерей, ни внутреннего двора И по сравнению с другими памятниками совсем новая Всего-то 18 века Но она построена на месте старинной мечети 10 века в таком же стиле Ее потолок опирается на 213 деревянных колонн И каждая имеет свою историю Некоторые колонны взяты из хивинских мечетей 10-14 веков А некоторые были взяты как военные трофеи в других странах Но все они покрыты уникальной резьбой ручной работы Те мусульмане лишь Кому сердца все рады В их благочестии сомнения не надо Но кто приносит боль, тот еретик И пост с молитвой не спасут от ада Ислам по сути своей мирной религии И она у нас в крови Она у нас в сердце И в целом наш народ поддерживает Не только поддерживает, он исповедует Традиционный Когда я говорю традиционный Это не конфликтный, а традиционный толерантный ислам Зарубежная общественность очень мало знает об Узбекистане Основная цель нашего президента, нашего правительства Именно показать всему миру Что эта земля всегда была богата талантами, учеными Которые вынесли огромный вклад в развитие мировой цивилизации Я уже наслышан о тех больших переменах Которые в последнее время проходят в вашей стране Как изменился Ташкент Что-то я знаю уже по фотографиям, по открыткам Но очень хотел бы воочию увидеть достижения вашего народа И хотел бы прикоснуться к этой многовековой культуре Узбекистана Новейшая история Узбекистана Это история обретений Обретение независимости Обретение забытых традиций и обычаев И почти исчезнувших древних промыслов Недавно прочитанные надписи, сделанные много веков назад Призывают к взаимопониманию и согласию Предостерегают от фанатизма и ненависти Все лучшее, что было в истории Узбекистана Продолжается сегодня Прошлое прорастает в 21 век И переплетается с глобальными событиями современности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы живем в абсолютной суете Замечательные стихи